Всем привет, дорогие мои друзья! В самом начале своего обзора я сделаю для вас объявление с благодарностью каждому зрителю. Ребят, я вам очень признательна за помощь, ту, которую вы оказываете барику, той собачке, которую показывал Андрей Сытник. Кто еще не знает, он едет в Киев на реабилитацию в тот же степ-ап-центр, где находится Мия, собачка Хаски, которые мы с вами собирали деньги на протез, у нас все получилось, и вот сейчас туда отправляется барик. От двух до шести месяцев такой срок реабилитации барик должен пройти в этом центре, дай бог. Врачи дают надежду нам, что барик встанет на третью лапку. Я посмотрела на банки, на сегодняшний день там почти 31 тысяча гривен, пайпал я не вижу. Кристине смс-ку я написала, когда она ответит, я уведомлю вас общую сумму денег. Но, насколько я понимаю, что на один месяц полностью реабилитации, 32 400, если точнее быть, нужно оплатить. Это месячная оплата реабилитации животного в этом центре. Вы огромные молодцы, нижайший поклон до самой земли. Обнимаю каждого. Каждому жму руку и не устану говорить спасибо, мои дорогие, что не проходите мимо, что неравнодушны, что вы очень добрые и сердечные люди. Притом, в такое тяжелое время, учитывая, что в Украине идет война. Я вас всех и отдельно каждого искренне благодарю. Что я увидела, ребят, в видео Самвела. Опять у мамки, на планетной разворачиваются события в ее квартире. Знаете, я послушала его, когда он говорит, вот я к мамкам помре, все, канал взнесу, закрою к чертовой матери, так что готовьтесь, скачивайте мои видео. И он с матюками, с оскорблениями, как обычно, в сторону зрителя обращается. И дрочите там свои шмоньки на мои видосики. Поэтому, если мама не станет, канала больше существовать не будет. Ха-ха-ха, говорю всем вам и ему первому. Этому стенке вот я так реагирую на такое заявление. Очень смешно это слышать, потому что я много раз из его уст слышала закидоны в адрес зрителей, что мама тут ни при чем. И без мамы канал процветал, девочки. Кстати, что являлась правдой, давайте за честность. Пока ее не было, и пока она полностью не испортила ему контент, притянула на канал кучу негатива, хейта. Это тоже правда. И сейчас я уже вижу, стяпка не выдерживает этого всего. Он очень реагирует на каждый коммент. Тоже читает. Врет, когда говорит, что в комменты даже не заходит. Это неправда. Потому что психи и нервы он демонстрирует в каждом своем видосике. А как же стяпочка? Стяпочка, ага, а ну ж поведай нам. А как же ж цитвей канал без мамки процветал? А теперь якщо мамка помре, то ты канал закроешь. Знаешь, Адамян, я тебе так скажу. Вот лично я. Вот в другой раз даже хочется. Приходят в мою голову такие мысли. Вот бы закрыл ты его нахрен. Потому что ты как чемодан без ручки. Вот лично для меня. И нести тяжело. Ты уже вот тут вот уже. Попырек горло просто. И бросить. Ну как бы стрёмно для меня. Потому что я зарабатываю деньги. Ребят, но негатив просто перевешивает чашу весов. Это уже невозможно смотреть. Или бы поменял немножко этот контент. Или как-то бы разбавил. Слава богу, что он едет сейчас на гастроли. Может быть мы что-то увидим. Интересное, приличное. Может быть юморное. Хотя зная Адамяна, опять эти унижения в адрес своих коллег. Этот стёб. Слышу, Лёша не едет уже. Не знаю про Игоря. Девочки, будем наблюдать. Но что меня очень взбесило. Когда я его увидела в квартире у мамки. С первых кадров. Кроссовки. New Balance. Новая модель. Нови. Нови кроссовки. Демонстрируя. Пальцами уже что-то там бетерае. Пидошву. Грязный кроссовок, в котором он ходил везде по улице. Поставил на белый стульчик в кухне. Ну куда люди вообще присаживаются. Да, в своей домашней одежде. Грязной подошвой. Ногу поставил. Пальцами Поттер. И потом, вы видели, чтобы он пошел, помыл эти руки, как обычный нормальный человек. Нет, конечно, этого не случилось. Залез в холодильник этими же пальцами. Отломал кусок колбасы. Запихал себе в рот. И правильно задают зрители вопрос. Интересно. Кто миллионер? Стянка или нутрия? Кто не знает, так называют. Кокотьку сытника. Кока Митрофан. Бубочка наша дорогесенька. Нутрия. Но он зубы уже поревнял девочке. Поэтому я думаю, что кликуха неуместна уже. Так кто из них двоих миллионер? Сявка, який у мамки кусочничая. То кусок колбаски в грызе. То бедрушки, бедрушки курячие. А то варе и варе те бедрушки. Варе те яйца и варе. Думаю, господи, как вы в жены рыгаете от тех яиц. Это же умон и постижимо. И самое главное, знаете, девочки, пусть она больна, это баба Таня. Пусть она стара, немечна. Я это все прекрасно понимаю. Твоюш налево. Тебе самой не надоело эти яйца варить и жарить эту курку, чей варить, что ты с ней там делаешь. Хрен просто, честно. Тебе самой не надоело? Ну приготовь хоть что-нибудь другое. Ну угости этого сына, ну покорми его нормально. Та твоюш налево. Та купи кучу зелени и овощей. У тебя бабла куча. Куры не клюют те гроши. Тебе надо, сявка дают. Тебе надо, сявка дают. Усю, у меня уже усю заканчивается. Может дать тебе доллары поменять. Он говорит, а я тебе и так дам деньги. Что ты переживаешь? Я тебе дам деньги. Ну так ты нужды не имеешь в деньгах. Ну купи, сделай нормальный салатик. Ну с каким-то сыром, там с перепелиным яйцом, овощей, зелени туда положи. Ну что же это такое? Сама поешь. Сам Вэлу предложи. Приготовят у рыбу на овощах, на подушке много раз. Он когда-то делал и полезно. Ей можно есть такое. Ну можно, я не знаю, девочки, не только думать про себя любимую. Даже если тебе нельзя это блюдо есть и эти продукты, допустим, опять и снова я примеряю ситуацию на себя, чтобы понимать, да, что происходит между людьми. Тебе нельзя? Хорошо. А нельзя приготовить сугубо для сына? Пусть из запрещенных продуктов для тебя. Для сына что-то сделай вкусное. Он придет и ты скажешь, вот мне сам Вэлка нельзя, ну я ж только для тебя старалась. А вот тебе можно. Поешь, сынок, ну сколько можно тебе одружки и яйца? Не, ребят, она эгоистка в любом проявлении. Если ее нельзя, то она готовить для родного сына не будет. Для сына, то який содержит, лечит, все для нее робит и продлевает ее жизнь. Плохо ли? Хорошо, но он это делает. А вот так про себя забыть на полчаса, вообще вычеркнуть из головы себя драгоценную и подумать просто про сыночка. Ей такие мысли в голову вообще не приходят, народ. Этот с кроссовками грязными, лазит по всей квартире, но она же не может убирать. Пылесоса в доме нет, ребят. Кто верит в то, что она делает влажную уборку каждый день? Я никогда в жизни не поверю, если они будут там рвать сорочку у себя на груди и кричать криком, доказывать. Я никогда не поверю, она этого не делает. Так почему ты, почему соображающий, здравомыслящий человек не снимаешь обувь возле входной двери? Там коврик лежит. Коврик лежит, спрашиваю я. Ты вошел в квартиру, почему ты не снимешь обувь? Почему ты в грязной обуви лазишь по всей хате? А она потом босиком ходит по этому грязному полу. А тут пусик еще живет. Ты с улицы можешь всякую хрень, болячки принести, инфекцию в дом. Здесь кот живет. Сколько об этом еще говорит, скажите мне, пожалуйста. Девочки, еще знаете, мне до такой степени как-то это все претит. И так смотришь на этого ущербного человечечка такого. И думаешь, господи, сявка, грошей в тебе, как у дурака фантики. Но ты настолько примитивен в своих мыслях. Хвастается 125-й парой этих кроссовок. И так показал. И так. Пальчиком по... Вот перед кем ты хвастаешься? Перед пенсионерками, которые тебя смотрят. Но, девчонки, я там, кстати, тоже в комментах читала. Люди писали. У нас в Португалии, они стоят 80 евро. 85, где 83? Хорошая обувь. Я не скажу, что плохая. Хорошие кроссовки, грубовато выглядят, скажу вам я. Тоже мерила, смотрела, как-то крутила и так, и сяк. Ну, грубые, понимаете? Они легкие, они кожаные. Но неаккуратные. Я вот форму, допустим, такую не люблю. Но это дело вкуса. На меня ориентироваться не надо. Я это все прекрасно понимаю. Прекрати хвастаться той хренью, которую люди уже пару сезонов относили. И это обыденное дело. Ты перед пенсионерками неимущими хвастаешься. Кто тебя смотрит? Еще раз задаю вопрос. Это те женщины, в большинстве своем, которые живут на пенсию, которые считают эти деньги. И ты постоянно их упрекаешь, что все нищеброды, макаешь мордой в салат. Ай, вы такие сякие. Вы завидуете моей маме, что вона есть деликатесы. Деликатесы. Есть кокочка твои, понимаешь? Вот ты яйца и бедрушка, а кокочка, он, салатики зеленые, полезные, из дорогих продуктов. А кокочка в ресторанчиках девочки заседает, понимаете? Он с приезжими киевлянами очень миленько сидели. Кокочка полюбляя морепродукты. Он себя в этом не ущемляет. Кока молодец. Он на правильном питании. А ты, дебил, яйца в круту сварене и бедрушки жарене грибковыми ратышками мамкиными. Ну, кто из вас миллионер? Правильно зрители говорят. А ты злишься. Ты злишься на правду, которая тебе колет просто глаза. Девочки, спасибо вам огромное. Хочу всем сказать еще за то, что вы у Сытника на канале. Меня поддержали. Я вчера уже ночью, признаюсь вам, читала комментарии. Там вы мне написали, Анжел, очень много хороших комментариев. Было в твой адрес по поводу помощи животным. Я зашла, почитала и я вам очень благодарна тем людям, которые писали правду, которые не поленились написать лишних пару строк этому недоумку. Дрюльке, который вообще не в зуб ногой, он не знает, как я помогаю животным, что я для этого делаю, как я пристраиваю в семьи, вожу сама по разных их городам. Мы с вами, благодаря, конечно же, моим зрителям собираем деньги, помогаем тоже. Ну, а Дрюлька дешевого корму, там, пару пакетиков купил. О, ОЦ вин герой. Вин герой, девочки. Поэтому он может Снежинскую оскорблять последними словами. Я вам так скажу. Ну, дурака учить, только портить. И потом, что с придурка можно взять, кроме анализов. Вот анализы, возможно, будут хорошие. А больше ни на что не рассчитываете. И знаете, девчонки, вот это их доброта, сытника. Я уже тоже размышляла на эту тему. Напишите мне, если вы придумаете, в чем она заключается. Ну, вот в чем. Я обзор делала прошлый раз, уже свое мнение высказала. Но я не понимаю тех людей, которые пишут сытнику. Вы такие добрые люди. Вы так любите животных. Но Чарлик, бегая с краснючими глазами, и никто на него не обращая внимания, каких животных они любят. Расскажите мне, пожалуйста. Своих? Своих. Те, что в доме живут. Каких животных они любят? Что они делают? Ну, жменью корму дать. Я бы про это даже молчала. Никогда бы рот не открывала. Когда я в Украине, здесь животных на улице нет бездомных. В Европе их просто не существует. Когда я в Украине, я из дома не выхожу, чтобы в сумке у меня не лежал пакет с кормом. Я кормлю всех, кого я встречаю на своем пути. Я об этом не рассказываю, не кричу и не выставляю, что я такая добренькая тетенька. Нет, ты сделай дело, которое действительно весомое, значущее, о котором можно делать заявление. Так что, Дрюлька, заткнись. Вот просто заткни поддувало с бабой в какие-то перепалки вступать. Давай присоединяйся лучше, говнюк ты сраный, и сбрасывай, давай какие-то суммы денег, поучаствуй для того же Барика. А мы посмотрим, как ты это сделаешь. Я Кристину спрошу. Сколько сытники пожертвовали денег для Барика, девочки? Ты же зарабатываешь сейчас уже в Ютубе очень хорошие деньги, я вижу по просмотрам. Так что, Дрюлька-сытник, я буду этот вопрос сейчас мониторить. Вот хотя бы на одного Барика. Сколько ты сбросишь денег? Девочки, я потом вам все расскажу. Итак, народ, тема вот этого платья на херями, которое приросло уже к ней, и она еще три дня назад говорила, ой, сейчас буду мыться, сейчас вот я перейденусь. Вот и ныне там, она в том же платье, уже люди там писали, писали. Уже и сравнивали ее и с алкашкой, и с бомжом, и говорят, ты так кино смотришь, когда полиция заходит в какую-то квартиру, и бомж-алкоголик, который валяется на топчанчике, распатланный, волосенки в разные стороны, морда помята, и шесть мотюкаются, и бубныцю бипедноса, вот это шубечка вылитая. И люди пишут, вот кто новенький зритель, впервые, кто попал на канал, и посмотрит это видео, когда Сявка приходит к матери в дом, и задает ей вопрос, ты шо не сдохла? Ты шо не гигнула ты тут? И вон он вот-то поднимается, вот-то идет шишок, страшный. Люди так и подумают, какая-то алкашка, посмотрите на ее внешний вид. И я вижу, что Сявка с этим согласен, он даже не спорит, говорит, мам, давай уже выкинем это платье, ну давай выбросим, ну сколько можно? У меня воды, и он море, хоть залыйся, шо я не мыюся? Да воды-то у тебя море, только ты ее не используешь, да, ты не моешься, и шо толку, шо у тебя воды море? Ты не знаешь, как смеситель включить, как отрегулировать эту воду, чтобы она была теплой, помыться, принять душ, и сама сейчас шубечка об этом и говорит, то кипяток бежит, то холодно, нема такого, чтобы тепло было. Вот вам. И признание еще одно. Ну, наконец-то, сдерли с ней это платье, девочки, замечу вам, на улице ночи, темно за окнами, передела стекляне платье, друге натягнула, бусики начепыла, бусики начепыла, спать лягать надо сейчас, воно бусики начепыла, да че ж ты не надела пижамку какую-то, тебе люди, сколько их присылали, зачем ты опять полиэстеровое, какое-то платье, резинка, вот это вот, которая тянется, напялила на себя среди ночи, шейбусики, девочки, кто ее назвет, вот нормальной, адекватной бабкой, ну кто, ну вы таких бабушек видели, ну к чему те бусики, ну воно тебе идут, як свиньи корона, ты понимаешь, ну вообще понятия у человека нету, ну никакого, как должна вести себя нормальная, обычная женщина, снять грязное платье и надеть чистенькое, это не значит напяливать бусики, красить свисток перламутровой помадой и свои пазури грибкови, вот так, девочки, вы бачили в ней маникюр, как они ездили до Сыдников, я кстати об этом не говорила, но я ржала в голосе, сиреневым лаком, и у меня было ощущение, что она не вот так вот красила, конечно же, она не была у мастера, это бонатька ее была, у меня было ощущение, что она это делала, как я помню в детстве, моего Андрея Лерочка, дочка, маленькая была, думаю, что это ты на затыхло, что она там рубить, захожу в спальню, она вот так вот сложила на стол пальчики, открыла лак, и вот так, девочки, красной через усе, и я вот сразу вспомнила сейчас шупечку, это ужас один, баба дурна, как пробка, лето впереди, кондер будет включаться, чтоб не дуло мамки в голову, опять Ирка виновата, научила мамку кондер не выключать, поэтому мамку просквозило, и теперь болеть в боку, давай будем кровать уже переставлять, в другой угол куда-то, там, где кресло стоит, а то под гардероб, ну туда кровать уже будем ставить, смотрю на этих дебилов, думаю, Боже мой, разве вам можно ремонты какие-то делать, дизайнера нанимать отдельно, за отдельную плату, вы же изговнякаете, испортите, вот все, что вам сделано было, вспоминая того Серегу Дементьева, который был там главным, старшим прорабом, не знаю, его жена была дизайнером, и они делали ремонт в этой квартире, ребят, изначально была очень хорошая задумка, они предлагали ему четыре варианта эскизов, как сделать, он сам выбрал тот вариант, чтобы сделали ему ремонт в этой квартире, где сейчас мать проживает, изначально это смотрелось неплохо, очень хорошо, это стиль какой-то модерн, все было очень скромно, уместно, и торшер там был, и зеркало красивое, и диван светлый, однотонный, и оно все дружило друг с другом, не было вырви глаз, что они натворили сейчас, это же просто ужас, не было этих абсолютно безвкусных картин, оляпистые, вот эти покрывала из цыганского шатра, тряпки просто какие-то, понимаете, они изговнякали все, и оно, вот это истявка, оно такое дурное, как фантик от конфеты, вот там нет наполнения, понимаете, в этом человеке, в конфетке что главное, то, что внутри, а фантик, ця бумажка, и комы скомкало, и выканул мусорный ящик, о цясямка, ты фантик, понимаешь, в тебе нет глубины, в тебе нет сути, за что бы можно было зацепиться, диван отдав бывшим, типа друзьям, Катюха с Сашей, вот та, которая девушка, молодая женщина, пекла торты, кто старенький на канале, тот понимает, о каких людях идет речь, кожаный, который стоит больших денег, он раскладывался, но мать прекрасно на нем помещалась, и в сложенном виде, она коротенькая ця шупечка, маленькая, худенькая, как она всегда нам с вами описывает, она там прекрасно спала, и казала, мне нормально, мне места хватает, на хрена надо было это делать, я не понимаю, купил эта одаробала кровать, огромную, которая занимает всю комнату, комната единственная, в квартире, оставили вот такой проход в этой комнате, понастилали этих тряпок ужасных, которые нужно все сдереть, в кучу и выбросить в мусорку подальше, чтобы вообще не раздражало ничего в этой квартире, продали это зеркало, три раза деньги забрали себе, просрали уже тоже, наляпали этих цветных картиночек по стенам, эти пледы ужаснейшие, синтетические, страшнючие, все в разнобой по цвету, позастыляло и на эти кресла, эти тряпки, что вы сделали с квартирой, и сейчас уже и кровать переставлю, в другой угол, девочки, я не знаю, я человек тот, который не может оставаться безразличен, что вы творите, мне просто жалко квартиру, честно вам говорю, они испортили все, что можно было испортить, там и ковер, я сейчас вот по ходу пьесы, рассказывая, вспоминаю, да, у меня мысли всплывают в голове, помните, да, которые стали, перестали, грязные здесь в пятнах, он же не разбывается никогда, скрутилы и грязные отвезли, по-моему, сытником, они закинули кудысь там на чердак, на этом и все, но там было все по цвету подобрано, синяя стена, ковер зигзагом синий, с бежевой полосой, там было все очень гармонично, что они сейчас творят, вам жить в землянке только, або в сарае, а дамят, а там где свиней держи, а то в Дмитровке, а там было ваше место, ну вот там ваше место, сколько лет уже ты живешь в большом городе, миллионнике, уже мать твоя 6 лет в городе, ребят, они не обучаемы, я не первый раз повторяю слово, дикари, каменный век, они не обучаемы, у себя дома тоже сделал классный, замечательный, хороший классический ремонт, вы посмотрите, сколько мусора, лишних вещей, сколько вот этого визуального шума, вот эти наклады везде, на всех поверхностях наложены, эта софа завалена, этот стол красивый, в этой гостиной, деревянный, дорогой, завален всем говном, говнищем, эти стулья по всей квартире, вразнобой где-то стоят, на кухне бог знает, что творится, а про спальню я вообще молчу, этот красивый секретер, его уже не видно, его просто не видно, за этим хламом, подоконники, просто зашторили шторами, потому что там огромные две кучи барахла наложен, вам нельзя давать нормальное жилье, делать красивые ремонты, с каким-то дизайнером, вы все равно все испортите, переговнякаете, в землянку стявка, вот тут девочки, вы часто задаете вопрос, а че ж сам велка, оце живе с этим сайгаком в тей съемной квартире, а он вам уже тысячу раз объяснил, ему там комфортнее, он себя там хорошо защищенно, нормально чувствует, кокочка, хитро сделанная падла, приспособився, и уже хозяин на Карла Маркса в шикарной квартире, а тут придурок, у той девочки, его родное место, его тянет к такому интерьеру, к этой убогости, к вот этим вот тряпкам, страшным обоям, вот это его стихия, и его среда, и пусть там и живет. Ну и про Надьку, конечно же, я скажу пару слов, она звонит ежедневно по сто раз на дню, а то и ночью, как раньше нам демонстрировал Самвел, голосовые сообщения от нее, смски, которые она пишет вручную, не дает ему спать, и сейчас это все продолжается, уехала, но в покое его не оставляет, чтобы, не дай Бог, любимка за ней не забыв, девочки, «Самвелка, я не буду ехать», а Маринка каже, он приезжает до Ири, «Да, Маринка приезжает, ну то, может, ее пригласили, и кинула трубку, Надька, а что это за фокусы, а что это было, я не поняла, а что это за поведение, чего ты трубкой кидаешь, ты приревновала, что ли, или обиделась, и в какой же черти, ты шашей трубкой кидаешь, ребят, ну это не все, она тут же перезвонила, и Сявка нам опять продемонстрировала ее голосовые, «Самвелка, ну а шо, может, треба приехать, ты ж скажи, Самвелка, если надо, Татьяне Васильевне, я ж всегда приеду, я ж поможу, ты ж мне теке скажи, та бедна шупочка, девочки, она же, маша руками на тунатьку, своими граблями, уже отмахується, от як назойливай мухи, она вже не знает, як одне отделаться, она вже сто раз сказала, ця баба Таня, я не хочу, никакой иначе, я хочу сама, та в конце концов, ты дашь ей отдых, чи нет? Тут девочки день рождения, Надюшкина наносит, она ж прикатит сюда, мне присказала, понимаете? Уже света сытник, произнесла вслух, да я устала, ну вони не чують, вони сявка, не Надька, вони не реагирують на це, вони прикатить, і будуть тут гушдебенить. Один вопрос на повестке, который касается Надьку, послушай, недогарка, тебе люди миллион раз пишут, и ты это читаешь, и я говорю это вслух. Так ты живешь в Днепре больше, чем находишься в своей квартире. А сколько ты будешь еще издеваться со своего котика? Так просто объявите самвелом трансляции, и скажите, у Нади вот такая жизнь активная началась, возьмите кто-нибудь, вот этого Масика Надькиного, люди заберут с удовольствием, очень классный, красивый котик, замечательный. Но это издевательство, оставлять в одиночестве животное. Ну ладно, раз в год, когда-то там, допустим, на две недели, Оля приходит там, кормит, убирает, ладно, ну раз в год. Ну ты же в месяц по два, по три раза уезжаешь. Ты приезжаешь в Днепр, ты сидишь здесь 10 дней, две недели. Вот на празднике, сколько девочки, месяца насидела? Ну где твоя душа? Недогарка. Я не могу никак понять, до тебя достучаться можно. Это же не игрушка. Это живое существо. Ему нельзя в одиночестве быть. Ему грустно. Он должен видеть и ощущать рядом человека. Девочки, я не знаю, выпущите, будь ласка. Может быть, сам был как-то раз, второй, третий, напишите, десятый, сотый раз. Массово, если зрители начнут писать, может, Сявка обратит внимание, в конце концов, он котов любит. Вроде бы, как мы в этом убеждаемся с вами, да? Ну что-то должно сдвинуться с места, мы как-то должны на это, недогарку повлиять. Но мне жалко животное. Он страдает. Нельзя оставлять животных на постоянной основе в одиночестве. Буду ждать ваши комментарии. До скорых встреч. Пока.